Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это свежий выпуск новостей из мира The Isle Evrim. Давайте перед тем, как ответить на ваши некоторые вопросы, которых у вас накопилось очень много, я расскажу вам о том, что сейчас конкретно происходит в мире Evrim, что планируется и почему так долго наше долгожданное обновление 4 не выходит на основную ветку с тестов. Итак, когда-то в начале лета нам показали концепт-арт окружения дна глубоких рек в игре. Я точно не помню, но по-моему в сравнении с старыми концептами здесь все выглядит иначе. Достаточно много растительного биома, а также множество мелких деталей. Мы видим небольшие камни, гальку, сломанные ветви деревьев, которые лежат на дне. Растительность живая и мертвая. И, по моему мнению, это очень оживит водный мир. Мы увидим с вами, играя за Дейна Зуха, не просто полупрозрачную и мрачную глубину рек, но и оживший мир внутри них. Конечно, тут может возникнуть проблема с падением FPS, как полагается этой игре. Но рассчитывая на то, что в команде разработчиков вроде как появился новый человек, который, кстати, должен будет заниматься исправлением последнего, то есть полной оптимизацией игры, мы с вами без лишних проблем сможем спокойно поиграть. Новый концепт арт-скинов Терезинозавр и Австрораптор Судя по концепту, скажу то, что многие на стримах меня спрашивают, Скай, ты видел концепты от разработчиков? Они взяты со старых динозавров, то есть с Легаси. Они также будут выглядеть в игре? Согласен, что некоторые из них, и последние, подразумевают на то, что скины и формы самих Дина будут одинаковы. Но, как я говорил ранее, это лишь пока наглядный пример. Разработчик просто дает нам понять, над чем команда занимается. Кстати, вкратце, система диет. Разработчики уже в полной мере изменили растительность для еды и диет для четвертого обновления. На карте будет разбросано чуть больше агавы и кокосов, прочих диет для травов. Ну а для хищников будет улучшен спаум ботов, кроликов, черепах, кабанов и так далее. Разработчик также планирует в будущем внести в игру новых летающих динозавров. Скорее всего, одним из них будет Кетцель. Старый, забытый, но во многом усовершенствованный. Модель поведения, механика. Не помню, говорил я или нет, но вроде в новостях про ночной террор, я зацепил тему пропоедания трупов в будущем. Насколько мы знаем, что Еврима – это полноценный будущий хоррор. Здесь вас сможет убить абсолютно все, начиная с ударов молний при внесении погоды до внесения троадонов в игру с пятым патчем, когда дикая толпа последних накинется на тебя, пытаясь искусать, отравить своим ядом и наконец-то поесть твое тело. Так вот, именно тут в игре должна появиться новая физика – визуализация поедания трупа. То есть труп будет постепенно поедаться, и перед вами появится абсолютно новая картина. Не просто как в Легасе. Сначала труп целый, потом без кожи, а потом просто ребра. Совсем иначе, совсем по-другому труп при поедании начнет показывать свои внутренности и полноценный скелет. А также, скорее всего, с какого ракурса вы зашли поесть, там и будет отрываться кусок тела. Так, ну что ж, давайте, наверное, откроем занавес, и самый главный вопрос – где новое обновление? Амарок мне дал краткий ответ, сказав, что у них возникла какая-то большая проблема с багами и механикой растительности. Честно, я не следил за последнее время за Ивримой, и, как говорится, не тестил QA Surrounds, поэтому что за баги могут быть с растительностью, я так и не понял. Думаю, что это мы с вами, в принципе, в скором времени посмотрим на нашем стриме. Так что следите за каналом. Я смею почему-то предположить, что команда, скорее всего, занята над ночным террором, а также больше, предположу, над выпуском людей в игру. Потому что Панч сказал, что люди однозначно будут к концу года, но с небольшими багами, чтобы мы хотя бы прочувствовали Ивриму с людьми, и как она сможет выглядеть в дальнейшем будущем. Но мне интересно, они что хотят обойти систему гнездования, над которой трудится вторая команда, и залить нам одновременно два патча перед Новым Годом? Ну что и следовало скорее ожидать, как я говорил в предыдущем выпуске. В общем, не ломайте себе голову, господа. Пусть уж будет то, что будет. Да, печально, обидно. Но, с другой стороны, это только домыслы. Немного о людях. Разработчик показал интерьеры помещений будущих фракций наемников. Ну а теперь давайте я, наверное, сейчас отвечу на ваши вопросы, которых накопилось за две недели уже очень много. На некоторые из них я старался отвечать в личку Дискорда, а также на стримах. Некоторые из них были повторяющимися, и я отвечал на них в ваших комментариях. Итак, начнем. Будет ли оптимизация на более слабенькие ПК? Или, например, расширенные настройки графики, где можно будет настроить графику под слабые ПК? Будет ли хорошая оптимизация на слабые кампы? Ну, думаю, что это самый важный и всех интересующий вопрос, потому что не у каждого мощный комп. Расширенной настройки графики или каких-то других примочек в игре, к сожалению, не будет, кроме тех, что вы можете сделать в главном меню игры. Разрешение, сглаживание, тени, текстуры, их понижение, либо повышение. Поэтому сейчас давайте я выведу на экраны ваших гаджетов среднее разрешение железа, а вы уже отталкиваетесь от этих параметров. К сожалению, да, век технологии не стоит на месте. Меняются игры, игры становятся более требовательными, поэтому для таких игр и требуется еще больше железа. Будет ли у гипсика такая же физика хвоста, как у других динов патча 4.4.5? К сожалению, Нейк, панч мне пока ответа не дал. В каком обновлении выйдет ночное зрение и как мы будем видеть ночью с ним? Этот ответ есть в позапрошлых новостях обо время. Ночного зрения, ребята, не будет. Для этого есть система диет, чтобы улучшалось ваше зрение. Будут ли гиперы или же их заменят старейшинами? Интересный вопрос. К сожалению, конкретно на этот вопрос ни панч, ни омарок, ни фред мне не смогли ответить. Всем троим я задал одинаковый вопрос, но в ответ тишина. Но один из подписчиков, в принципе, уже практически ответил на этот вопрос. Но давайте я вам сейчас разложу его немножко по полочкам. Скорее всего, гиперы будут в Риме. Но, ребята, не скоро. Вспомните старейшин. Даже на дорожной карте они до сих пор есть. И когда-то, год назад, если мне не изменяет память, разработчик сказал, что после той самой стадии старейшина мы сможем стать чем-то более ужасающим. То есть мы растим обычного Дина на сервере до роста Full Adult, получаем некоторый баф, мутируем в старейшину. Далее мы растем еще некоторое количество часов. И также получаем баф и превращаемся в гиперов. Но тут, скорее всего, на гиперов будут отведены определенные сервера. То есть не на всех серверах будет та самая мутация гипер тип H. Потому что, мое мнение таково, если эти мутации ввести на обычных серверах, даже на всех серверах, то мы с вами почувствуем огромный дисбаланс. Потому что какой-нибудь токсичный игровк, заполучив ту самую мутацию гипер, просто начнет выкашивать все и вся на своем пути. Если, господа, мне придет когда-то от них ответ, я обязательно сделаю для вас пост на своем канале. А также вставлю ответ на этот вопрос в следующих новостях по Евриме. Вопрос, планируется ли вводить вводных Дина, кроме Дейна Зуха. Ответ конкретный. Нет. Не считая только Спинозавра и Зухамима. Когда добавят Цератозавра? Цератозавр будет добавлен после шестого обновления, вместе вроде бы как с Дилкой. Будет ли Дейна Хейрус в Евриме? Дейна Хейрус однозначно будет в игре, арты уже были. Но на дорожной карте, к сожалению, его пока нет, так что точной даты выхода данного динозавра никакой. Будет ли Теранозавр и Спинозавр в Евриме? Ответ да. Эти апексы будут в самом последнем патче. По поводу вопроса, будут ли 3-2 карты и насколько будет уменьшена карта. Ну, конкретный вопрос, ответ, да, вернее, на этот вопрос я давал в предыдущем своем видео, но отвечу еще раз. Карта Ислы Эспира это всего лишь экспериментальная карта, которая в скором времени будет заменена и немножко уменьшена. А уж в каких размерах, это мы увидим с вами вместе. Но она явно не будет такой, какой мы сейчас ее можем с вами видеть. Вопрос, если людей добавят в Евриму, как нужно будет их растить или как развиваться? Ну, сразу скажу, что с подгузников их растить не нужно будет. Это не Симс. А вот как растить и как развиваться, здесь, в принципе, ответ самый простой. Делай крафт, находи оружие, чини человеческие постройки, сбивайся в хороший тиммейт и выживай против динозавров. Надеюсь, что на многие ваши вопросы, в принципе, я коротко и ясно ответил. Где-то донес больше информации. Если на чьи-то вопросы я не ответил, постараюсь на них ответить в следующем своем выпуске новостей. Новостей из мира Евримы накопилось достаточно много, и я постараюсь в скором времени обязательно записать для вас еще одно видео. Ну и как обычно, я говорю всем хорошего выживания в мире Еврима. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok